И дайте себе, что вы вот такая наполненная, у вас очень много энергии. И вы сейчас себя чувствуете наложницей в гареме. И твой мужчина, который твой любовник, у него куча женщин или может быть куча женщин. Ты хочешь, чтобы он был твой единственный, как хочет любая женщина в гареме. Она хочет стать его хану, и хочет стать принцессой, и хочет родить ему наследников. Я хочу просто вам показать, девчонки, что весь секс в сознании. В смысле, что он только в сознании, его нет в душе и в теле, а что он есть везде. И в сознании его больше всего. И вот сейчас я чувствую себя наложницей. Это мой хан. Может быть, это будет золотой век. Может быть, вы увидите такого хана. Мне всё равно, как это будет. Но это 100% хан, и у него будет новый наложниц. Какие ваши действия вы чувствуете? Какая вы сладкая? Какая вы соблазнительная? Как вы играете в лазань? Вы можете посадить своего мужчину на кровать, чтобы он упёрся на стенку. Пусть он раздвинет ноги. Вот это не технология. Технология – это то, что вы наложница. Может быть, вы подползёте к нему, извиваясь. Вы будете ублажать его. Вы будете щекотать его пяточки, сосать его пальцем в ногах. Вы будете ублажать его гениталии. Вы будете делать его самым лучшим вне. Потому что вы хотите, чтобы он выбрал вас. Не из страданий, не из сиротинки Хаси, не из «О, мне надо выполнить сейчас свой сухружеский долг». А просто потому, что вы представили, что вы наложница. И хотите быть женой. Женой своего хана. А теперь помните, как упражнение «Эротический волшебник», когда он вас наслаждал. А сейчас вы наслаждаетесь. Так вот, сейчас станьте этим мужчиной. Осознайте, что он чувствует в этот момент, когда вы вот так вот извиваясь, когда вы так ублажаете его гениталии, его ноги, его бёдра. Когда вы даже не помышляете прикоснуться к его губам. Потому что куда? Какие губы? Вот мой этаж. О, Боже! О, Господи! Да! Да! Бог и Господин! Вы понимаете, что он ещё пару минут назад был клерком, был напуганным или расстроенным директором компании, у которого не всё получается. Много разного. было с ним до этой минуты. А сейчас только потому, что ты чувствуешь себя его наложницей, а его видишь как своего повелителя, он начинает это ощущать. Вот что такое секс, понимаете, девчонки? Как вы видите своего партнёра, тем он и становится. И только от сексуальной энергии эта сила увеличивается. Эта способность этим становиться, и мужчина увеличивается в миллионы раз. Потому что мужчина всегда становится тем, кто хочет видеть его женщину. Особенно если это связано с сексом. Я говорила, что ваша связь сексуальная — это самый сильный контакт. Когда вы чувствуете себя Богом и Господином, Повелителем Вселенной, вы презираете эту женщину? Или она для вас прекрасна? Мы все боимся так прогнуться под мужчину, боимся, что заденут наши достоинства, что наши яйца будут звенеть, что наши члены будут маленькими. Но когда вы в этом находитесь, в реальном взаимосвязи, в реальном взаимоотношении, вы понимаете, как это сладко. И как Он видит в вас нечто обворожительное, когда Он — Царь и Бог, и Он не понимает, откуда у него такое ощущение, Он просто чувствует себя огромным сейчас. А вы просто делаете ему мигет, а Он огромный. И когда проститутки в порнографии делают мигет своим мужчинам, она очень активно делает ему мигет, она очень технична. И она при этом чувствует себя плянью, а Он себя чувствует сволочью. То есть я человек второго сорта, а Он чувствует себя палачом. И нету порнографии. Это просто была бы не порнография. Это был бы очень высокий эротизм. Это не вызывало бы наше низменное чувство, которое называется похоть. Если бы она делала ему мигет. Вот из этого состояния это было бы оргазмично для всех. Это для вас. А понимание о состоянии, как много это состояние даёт. И вот я просто обожаю эту свою женщину, которая такое со мной делает. Я просто Бог рядом с ней. И она говорит, она такое творит. Она такая сексуальная. Я такой классный рядом с ней. И когда она идёт с ним рядом, его вот эта кошечка, он идёт в таком волнении, в таком вау, чтобы только она со мной была. Потому что он прямо видит всех этих мужчин, как тех, кто знает, как я себя чувствую. Потому что, уверяю вас, другие мужчины чувствуют, что этот мужчина, вот сейчас Бог и Господин. Он реально круче, чем они. И они знают, откуда у него это состояние, что это не кошелёк, не размер пресса, и не новая машина. Это что-то другое. Это что-то, что не связано с деньгами, но связано, то есть надаёт деньги. Это поднимает мужчин, естественно, с дивана. В таком состоянии он хочет позаботиться о вас, купить вам всё самое лучшее, создать вокруг вас прекрасные условия, чтобы только снова и снова испытывать это блаженство. Вы с очень большим наслаждением вспоминаете этих женщин, которые в ВДСМ, она госпожа, а мужчина в неё рак. Это ужасно, потому что он реально там такое ничтожество. И вы понимаете, что её сознание связано с его сознанием, что это одно единое сознание, которое создаёт общее поле. И давайте мы сделаем ещё один шаг. Осознайте, что вы богиня. Хотите, что вы богиня любви Афродита? Или для меня вы это Шива и Шакти. То есть сексуальное начало, индийское, они всё время занимаются сексом, Камасутру они придумали. Вот что вы богиня. Не богиня секса, а вот именно богиня. А это ваш Бог. У вас другие, другое поведение. У вас другая сексуальность совершенно поднимается. Другие наслаждения. Другая тактильность. Если там это были гениталии, то здесь голова, плечи, гениталии, стопы, везде одинаково, прекрасные. Потому что, когда он Бог, у него вся энергия для меня хороша. Когда я богиня, вау, просто позвольте себе это ощущение. Вау, как хорошо. Вау. Я богиня, он Бог. Если кому-то подходит, попробуйте ин и янь. Они тоже все время занимаются сексом, взаимодействуют друг с другом. Я ин, он, янь. Мы становимся другая, знаете, другая энергия. И тогда вы понимаете, открываете для тебя, что это такое, что значит, когда женщина, ну, думает что-то о мужчине. Вам кажется, что, если вы говорите ему, что он котик, а внутри думаете, что это ничтожество, так вот, он чувствует, но только он котика не слышит, он ничтожество слышит. но для того, чтобы не видеть его ничтожество, нужно не быть хаси. Если вы хаси, то он, ну, сволочь, мерзавец и так далее. Если вы богиня, он только бог. Классное ощущение. И еще один шаг. Осознайте, что вы малыш. Девчонки, я показываю уже практики, которые реально ниже пояса. То есть против этих лом, против этого лома нет приема. Поэтому осознавайте, что ответственность за то, что вы применять, это экологично будет на вас. Осознайте, что вы маленький малыш. И вот его гениталии, его пенис, это мамина грудь. Возьмите его пенис в рот. Понимаю, что вы крошечка вам пару месяцев. Что вы чувствуете? Почувствуйте, как сладко. О, Боже! Какое блаженство! Вы не сможете оторваться от его тела, от его шеи, от его губ. Ваш малыш будет искать маню на грудь. И его гениталии это лучший аналог. А теперь станьте под этим мужчиной. О, Боже! Сейчас наслаждается его внутреннее женщин. Каждый ваш поцелуй, каждое ваше прикосновение будет как клеймо гореть на нем. он будет говорить, что ты со мной делаешь. О, Боже! Что ты со мной делаешь? я как мужчина подставляю свою голову, чтобы она меня туда целовала. я снова становлюсь женщиной, ну, женской своей частью. И я малыш. Я малыш? сталивалась. И я снова становлюсь мужчиной. И я о, как хорошо. О, Боги! О! Тут тоже что-то в голове я хочу, чтобы меня поцеловали на затылок. и последнее. Это все ниже и ниже, девочки. Это, во-первых, никому это не рассказывается, потому что это то, что делает вас единственным. И последний на сегодня шаг, самое последнее, что мы делаем, ощутите, что вы мама, целующая малыша. Маленького, крошечного малыша. Страстно. Может такое быть, что от таких поцелуев и от такого включения сознания мы никакой эрекции не будем. поэтому я и говорю, что это удары прямо ниже пояса. Это можно сделать мужчину полностью фрегидным. Продолжайте целовать, почувствуйте, сколько здесь страсти. И теперь станете тем, кого целует мама. Ах! И вы поймете, почему. Но против этого лома нет приема. он просто не дышит. Здесь нету секса, здесь нету эрекции. Здесь есть исцеление и его травмированные части, которые потеряла свою маму. поэтому пусть это будет для вас техникой, когда, например, он слишком много занимается сексом, и вы хотите избежать секса, вам сейчас не хочется секса. Сами придумайте, где это можно применять. Мне кажется, все понятно, что он блаженствия. боже, как ты это делаешь, боже, а тебе ничего, что ты не кончала, поэтому не делайте это, если вы неделю не занимались сексом, потому что он не сможет после этого быть в эрекции. ему так сладко. О, боже, иду, 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 иду. Ну вот, открывайте глаза мои прекрасные. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня, и подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходят 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок, и уверена ваша жизнь будет меняться к лучшему.